НИКОМУ НА НА НОЗНИЙ БЛОГ Ухи, автомобильная тема снова с нами! Йоу-йоу-йоу, с вами я, Шура Уткин, и сегодня буду продавать вам свою тачку. Джизус Крайслер! Настоящий американский монстр! Это тебе не хухры-мухры. Эта тачка у меня четвертая по счету, поэтому некоторый опыт поиска, покупки и отбора машины, который я хочу, у меня уже был на тот момент, и в целом она просто ОГОНЬ! Бери скорее, покупай! Покупал я ее в далеком 2014 году, то есть тачка у меня уже почти 7 лет. А это значит, что я знаю о ней как минимум все. И этим всем я открыто готов с вами поделиться, что в принципе и сделаю прямо сейчас. У петли Крузера движок 2,5 литра на 150 сил. Но, как и полагается любому американцу, он среднеоборотистый. Классический американский автомат, когда ты давишь на педаль газа, и машина все время равномерно ускоряется. Естественно, тут есть жирная отсечка для всяких обгонов. Нормальная тема. В общем, двигатель неубиваемый, хоть бы хрен, что называется. Пробег родной. В милях правда. В милях правда. Два слова. Клубный сервис. Клубный сервис это офигенная вещь для владельцев гнилых, стильных ведерок и прочего дерьма, которым Питти Крузер в принципе и является. Это ребята, которые в первую очередь любят данный тип, данную модель автомобиля, а значит быстро ее делают, качественно ее делают, знают все подводные камни, все нюансы, могут посоветовать себе решение любых проблем, найти любые запчасти. У Питти Крузера есть такой сервис в Питере, и я ремонтирую эту малышку только в нем. У каждой тачки есть болячки. В этом вопросе у Питти Крузера это помпа, система охлаждения, достаточно сложная процедура замены ремня ГРМ. Про бензин, про бензин, будем говорить про бензин. Да, жрет малыш немало, конечно, где-то 12 литров, но жрет все. 92-й, соляру, авиационный керосин с растворителем, снежинка, короче, все что угодно. Бывают у него расплавляются нахрен мозги, но у этой малышки они уже поменены на новые. Не знаю, когда в следующий раз расплавятся, но процедура эта стоит денег, но не таких больших, как современные ремонты новых машин, если вы понимаете о чем я. Машина с виду кажется для многих малолитражкой, но это вообще не так, потому что в нее помещается дохрена, места тут много и в салоне, и в багажнике, и везде. Она на самом деле достаточно большая. Просто такой вот дизайн заставляет подумать, что она маленькая. Ага, на минуточку, это как бы пятикрузер, да? Вот один интересный факт, эта тачка весит полторы тонны. То есть сделана она буквально из куска какого-то чугуна. Я сделал это одним из критериев для поиска машины при покупке, чтобы она была надежная, но денег на дорогую, надежную, новую машину у меня не было. Поэтому я просто решил выбирать чисто руководствуясь физикой. Тяжелая, значит надежная. Хотя ни в одном ДТП она не участвовала, со мной, по крайней мере. Машина стоит дешево, в обслуживании она дешевая, невероятно стильная. Кто-то может с этим поспорить, но стилек у нее явно узнаваемый. Налетай, торопись, покупай живопись. Ну что, посмотрим кузовные косяки. Вмятина ржавчина, скол краски, жуки, жуки повсюду. Не оригинальный пластиковый бампер, оригинальный остался в Тверской области. Номер держится на стяжках, но стяжки хорошие. Вот такая вот крутая штука на задней правой двери. Вот такая вот царапина на задней правой двери. Огромная заплатка на крыле. Царапки, трещина заднего бампера. Ох, кремень. Эх, пороги. Тут вот еще такая царапина. Ну диски все обчирканы, само собой. Что же с ними еще делать? В салоне вот такая благодать. Это не кто-то обоссался, это дизайн. Защита от детей работает. Двери, двери, двери немножко. Немножко, ну немножко же. Вот видите, чистота, благодать, так на всех. Вот такая красота. Приборка. Четыре электрических стеклоподъемника, магнитола. Головка у Сиди сдохла, поэтому пользуемся АУКСом. Вот такая вот замечательная ручка здесь. Мы пока еще до сих пор не поняли, для чего она здесь. Но можно прям не жалеть ее. Карабас, монтировочка, зеркала на палочке строго, механика. Багажник глянем, открывается только ключом. Опа, не ждали? Тут довольно много места. Я вожу тут лодку, всякие спальники, всякую фигню. Это, естественно, можно разложить. Тут прям можно ложиться спать тогда, как в нормальной взрослой машине. Почему так дешево? Потому что это китайская подделка на самом деле. Питея Крупсер. Ага. Вот мы его и раскусили. Проверяем, что под капотом. Как она открывается? Проверяем, что под капотом. О, движок. Движок на месте. Масло на месте. Радиатор в тассоле. Все как надо. Акум свежий. Клемма закисшая от предыдущего аккума. Фильтр норм. Патрубки все целые. Надо-то соло, наверное, заличит. Воняет. Она поминает дом с привидениями. У-у-у. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вспоминания о былой любви. Осень-осень. Проверяем, как заводится. Е-бой. Покупай тачку. Да-да-да, с учетом всего вышесказанного, цена вас приятно удивит. Личные сообщения, пожалуйста. Хорошая. Нормальная. Дешевая машина. Покупай ее у меня. Звони. Давай. Я жду. И подписывайся на никому не нужный блог. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok